Всем привет! Меня зовут Кананец Оксана. 4 года назад я получила травму шеи, впоследствии чего мне парализовало и руки. В своем блоге я буду рассказывать о трудностях, которые я столкнулась, и как самостоятельно можно сделать себя красивой. Сегодня я хочу начать с базы. Это есть одним из самых важных пунктов макияжа. Для начала основа служит для выранивания кожи лица и скрывает ее недостатки. Следующий этап это корректор. Он должен быть тонан на 2 светлее, чтобы устранить недостатки. Я буду его наносить кисточкой. Кисточка должна быть с длинной ручкой, чтобы можно было взять ее удобно. Вот таким образом я ее путаю, разворачиваю, как мне удобно. Беру, опять разворачиваю и наношу. Следующий этап это пудра. Ее можно взять на тон 2 светлее. Есть прозрачные пудры, но они служат только для светлого типа кожи, поскольку на темном типе кожи оно будет смотреться более серым. Наносим ее небольшим слоем. Опять же, я беру кисточку и путаю между пальцев. Вот таким вот образом. Нано. Беру пудру, встряхиваю лишнее и намазу. Следующий этап это будет румяна, чтобы придать свежести кожи. И беру сначала румяна, это кто любит, может корректором себя затемничать скулы, низ под скулами. Я в данном случае беру пудру. Максимально вытрахиваю, чтобы много его не было и веду от щеки и до уха. Следующий крайний на сегодня пункт это будет бронзатор. Я снималась в одном реалити-шоу и брала с собой бронзатор для того, чтобы освежить немножко лицо. Я просила, чтобы визажисты меня красили и добавляли его немножко. И потом на данной фотографии, которая сейчас высвечивается, видно то, что ребята, которые не пользовались бронзатором и на фотографии, где нахожусь я вместе с ним. Вы видите результат на лицо, как оно отражается. Итак, сегодня я рассказывала о основе основ. И в следующих своих видео я буду рассказывать об остальных группах макияжа. Как правильно глаза красить, какие есть техники, брови и губы, и все остальное. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова